Внимание и забота за минимальные средства. Вечером во вторник в областном центре при участии культурно-просветительского проекта «Соль» презентовали Бюро бабушкиных услуг. Созданный еще в 2012-м проект с недавнего времени набирает особую популярность. Организаторы помогают семьям найти гувернера для помощи с детьми младшего школьного возраста, отвезти, привезти из школы, покормить обедом, научить рукоделию. Проще говоря, знакомят с приемной бабушкой. Пары подбирают очень тщательно. У нас происходит такой первичный отбор. Бабушка, когда приходит в наш проект, она заполняет анкету. С этими анкетами потом работают психологи, затем приглашаются на групповые консультации с психологом, рассказываются, как взаимодействовать с ребятишками младшего школьного возраста, на что стоит обращать внимание. У нас же сейчас дети все в основном гиперактивные. За время существования проекта занятым работой и хлопотами родителям с воспитанием помогли больше 50 пенсионеров. Большинство из них о проекте узнали благодаря Народному университету третий возраст. От такой работы бабушкам только плюс. Шанс немного заработать, а еще возможность дарить безграничные заботу и любовь. Мы договоримся с родителями. Иногда родители говорят, что пожалуйста доставьте, сопровождайте из школы домой, но потом выливается это все в подготовку уроков. Подготовка уроков, обеды, прогулки, занятия, бассейны. И в общем, я занята полностью с детьми. Пришедшим на презентацию мамочкам слово няня доверия не внушает. То ли дело бабушка, пусть даже по найму. Сразу ясно, бабушка ребенка не обманет и плохому не научит. До этого Настя в первом классе спасала продленка. И сейчас продленка, конечно, в втором классе есть, но нагрузка большая. Поэтому хотелось бы, чтобы ребенок больше отдыхал в стенах домашних. Настя, у нас нет требований, да? Он должен быть просто добрый, хороший бабушка, которой будет нетрудно добираться от школы до дома. Среди потенциальных гувернеров много педагогов. Они и уроки с ребятами сделают на ура, и полезному хобби научат. А еще пирожков напекут и как варить варенье расскажут. Бабушке, одним словом. Чтобы стать частью проекта, необходимо заполнить анкету на сайте бюро, указав свои требования и возможности. Как гласит девиз проекта, ни одного ребенка не должно быть без бабушки, и ни одна бабушка не должна остаться без внука. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.